Друзья, подписывайтесь на наш второй кулинарный канал, он с субтитрами, видео короче, а рецепты такие же вкусные и нужные. Не забудьте включить субтитры. Всем огромнейший привет! Сегодня буду готовить очень вкусный, сытный обед, либо ужин. У меня мясо свинины, тазобедренная часть, 800 грамм. Можно использовать абсолютно любое мясо, хоть свежее, хоть из заморозки. У меня как раз такие из морозилки. Я достала мясо от Тайла и сейчас я его буду хорошенечко отбивать с обеих сторон. Мясо я всегда обязательно накрываю пакетом, так чтобы ошметки не разлетались по всей кухне и хорошенечко отбиваю. Теперь переворачиваю и снова отбиваю. Все кусочки мяса я хорошенечко отбила, теперь я их присаливаю, но только лишь с одной стороны. Приправы можно использовать любые, у меня смесь перцев черный, белый и красный и я его мелю на мельничку. Соль, перец, все это добавляем по своему вкусу. А теперь просто мясо, кусочки, складываю один на другой. И пока я буду заниматься другими продуктами, мясо будет уже мариноваться, я его не буду убирать в холодное место, в холодильник. Просто при комнатной температуре полежит вот так мясо, просолится и промаринуется каждый кусочек друг от друга. Репчатого лука у меня 200 грамм. Его тоже берем по вкусу, но с репчатым луком всегда получается все очень сочное. У меня луковица не очень большая, можно ее нарезать полукольцами, если маленькие луковицы, тогда кольцами, если большущие, тогда четверть с кольцами. Все, лук я весь подготовила. Лук я весь переложила в большой глубокий салатник, так будет удобно его немножко пожмякать. Я его разъединяю, каждое колечко, чтобы было отдельно. Очистила и вымыла 1 килограмм крупного картофеля. Картофель можно брать и мельче, какой есть, тот и берите. Картофель я просто нарезаю такими вот кружочками. Если кто-то не ест картофельный крахмал, тогда можно картофель натереть на крупной терке, сполоснуть его под проточной холодной водой и таким образом из него готовить. Колечки я делаю и не тонкие, и не толстые, средние такие. И сейчас точно такими же кружочками я нарежу весь картофель. Все, весь картофель подготовила. Перекладываю картошку в глубокую миску. Беру тот же самый перец, черный, белый, красный. И добавляю его к картофелю. Картошку саму присаливаю. Теперь картошку вместе с солью и специями я хорошенечко перемешиваю, так чтобы каждый ломтик картошки был присолен и приперчен. Теперь на дно формы я добавляю растительное масло. Можно использовать оливковое, какое есть, то берите. У меня масла ушло примерно 1 столовая ложка. Теперь хорошенечко его распределяю кисточкой по дну формы. Первым слоем я выкладываю картофель подготовленный. И распределяю его так, чтобы он максимально закрыл все дно. Первый слой готов. Теперь мясо, которое прилижало, просолилось, промариновалось, выкладываю его сверху. Русской горчицы я взяла 1 столовую ложку. Я думаю, что ни для кого не секрет, что горчица делает любое мясо более мягким, сочным. Если у вас есть сухой горчичный порошок, можно его использовать, а можно горчицу в зернах. И теперь эту горчицу все распределяю по мясу. Много ее брать не надо, она в любом случае сделает свое дело. Сверху на мясо я выкладываю теперь слой лука. Овощи можно использовать любые. У меня из прошлого года замороженные кабачки, я их буду использовать. В такое блюдо можно использовать овощи свежие, замороженные. Да и вообще все те, которые есть у вас, которые вы любите. Томат, сладкий перец сюда очень хорошо идет. Либо столовую ложку томатной пасты. У меня есть совершенно небольшой томат, точнее половинка его уже осталась. Его нарезаю такими тоненькими полосочками. И теперь томат выкладываю рядом с кабачком. Овощи в процессе готовки потом очень хорошо дают влагу. Сюда я добавила 1 столовую ложку майонеза и 1 столовую ложку сметаны. Теперь все перемешиваю. Сюда же я добавила примерно половину стакана воды. Стаканы я все использую на 250 мл. Все перемешиваю и теперь сверху заливаю мясо и овощи. Больше я сюда никакую жидкость добавлять не буду, потому что овощи очень хорошо ее дадут. Я думаю, что похожее блюдо вы готовили и не раз. Я использую твердый сыр. У меня 200 грамм его. И я его натираю на крупной терке. Теперь я беру пищевую фольгу и затягиваю противень сверху. Хорошенечко фольгу я обжимаю для того, чтобы была такая импровизированная крышка. Никакие отверстия для пароотвода я делать не буду. Духовку заранее я уже разогрела на 200 градусов и отправляю туда минут на 50. А теперь смотрим промежуточную готовку. Половина времени прошло и ровно столько же все готовилось под фольгой. Теперь я фольгу сниму и пусть блюдо стоит, запекается. Фольгой можно накрывать, можно не накрывать. Всего блюдо у меня готовилось по времени 50 минут. Блюдо готово. Теперь я нарезала зелень. У меня здесь лук зеленый, укроп зеленый. Все присыпаю сверху, с ним ароматно, вкусно. Мои хорошие, если вы еще не готовили такое блюдо, обязательно приготовьте. Я думаю, что вам понравится. Если вам понравился рецепт такого обеда или ужина, поделитесь, пожалуйста, ссылкой с друзьями в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. А сами нажмите на колокольчик, так вы сразу же будете узнавать о том, что на канале вышло новое видео и ничего не пропустите. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.